Да, добрый день, или уже вечер, глубоко уважаемый президиум, коллеги. Название моего доклада, оно такое фактически безграничное, потому что вот эти вот и другие, и я когда начал готовиться к этому докладу, я понял, что на самом деле на сегодняшний день уже достаточно много иммуноконьюгатов у нас есть в нашем арсенале, и со временем их будет становиться еще больше. И поэтому я основной, конечно, упор сделаю на тех, которые применяются уже сейчас. Ну и про вот эти и другие тоже немножко заострю ваше внимание. Ну что такое, в принципе, коньюгат моноклонального антитела и цитоксического препарата, я думаю, что вы все прекрасно представляете. Это технология, появление этой технологии предшествовало три Нобелевские премии, на минуточку. Вот, и вообще идея сама эта принадлежит еще Паулю Эрлиху, который больше ста лет назад создал эту концепцию. Ну вот сто лет потребовалось определенной биотехнологическому развитию и прогрессу, чтобы эти препараты уже дошли до нашей непосредственной клинической практики. Ну-ка, неугаты, которые на сегодняшний день одобрены FDA, представлены на слайде, ну о них понемножку хотелось бы рассказать. Что интересно, несмотря на то, что они в целом похожи между собой, но на самом деле у них разные мишени, у них разные цитостатические агенты, и поэтому профиль токсичности между ними несколько отличается. Трастузумапомтанзин. Мы знаем этот препарат, работаем с ним с 2013 года. Что наиболее часто возникает? Это тромбоцитопения, повышение ЛТСТ и, может быть, периферическая сенсорная нейропатия. Это основное, что приводит к редукции дозы отмены этого препарата. Мы знаем, что для этого препарата у нас предусмотрена редукция дозы. Кстати, для всех иммуноконьюгатов предусмотрена редукция дозы. Поэтому нельзя про это забывать, и это необходимо делать. Коррекция тромбоцитопении. Здесь достаточно много текста, но главное, мы понимаем, что у нас в реальности нету особенных каких-то препаратов, которые бы помогали нам бороться с этим осложнением. И в реальности мы в основном только дожидаемся, когда организм сам восстанавливается, и при тяжелой токсичности просто редуцируем препарат или его отменяем. Ни стимуляторы тромбопоэза, ни переливания тромбовзвеси не дают значимого улучшения. Единственное, кроме того, когда у нас это сопровождается геморрагическим синдромом, или количество тромбоцитов снижается меньше 20, так как это, в принципе, является уже жизнеугрожающим состоянием. Периферическая нейропатия развивается и на фоне химиотерапии. И на самом деле, вот я когда готовился, заглянул в практические рекомендации Русска 2023 года и вот обнаружил, что, оказывается, существует большой спектр воздействий на пациента, у которого возникает периферическая нейропатия. Как-то у меня в голове сидела мысль, что мы ничего с этим не можем сделать, вот она появилась и появилась, но оказывается, вот на сегодняшний день у нас есть варианты и фармакологического, и нефармакологического воздействия на пациента, не только пресловутая мельгамма, вот как сегодня уже говорилось, но и различные другие препараты. Гепатотоксичность. Действительно, тоже у нас в рекомендациях Русска присутствуют эти препараты. Я думаю, что если я спрошу в зале, кто применяет эти препараты, наверное, 100% поднимут руки, хотя мы все знаем, что этих препаратов нет ни в одних международных рекомендаций на самом-то деле. Доказательная база у них очень сомнительна, но, по всей видимости, за неимением гербовой пишем на простой и назначаем хотя бы это. Хотя, на мой взгляд, конечно, некоторые из этих препаратов стоят достаточно больших денег и, не знаю, может быть, имеет смысл тут подумать о каких-то других вариантах, что мы можем предложить пациенту. Тростозумаб-дирокстикан – новый препарат, который потихоньку добирается до нашей реальной клинической практики. Здесь существуют определенные нюансы его введения. Он ни в коем случае не разводится в физрастворе. Первоначальная инфузия должна длиться 90 минут, потому что возможны инфузионные реакции на этом препарате. Ну и, как это ни удивительно, этот препарат относится к группе умеренной метагенных схем и требует соответствующей примедикации. Ну, обо всем понемножку. Также предусмотрены изменения дозы в случае возникновения желательных реакций. Здесь вы видите, и существуют аж две ступени редукции дозы. Тошнота рвота. Достаточно часто это явление на фоне терапии тростозумаб-дирокстиканом. Вы видите, что общая частота от 40 до 70%, и третья степень, если мы говорим про тошноту, это 5-6% пациентов, у них третья степень в том числе развивается. Стандартная примедикация для умеренной метагенного режима с включением антагониста серотониновых рецепторов и глюкокортикостероидов. Но также помним, что существует и профилактика отсроченных явлений, и прорывной тошноты рвоты, если это происходит. У большинства пациентов удается справиться с этим осложнением, но нам, химиотерапевтам, в общем-то, не должно представлять это каких-либо сложностей. Существует и ряд нефармакологических рекомендаций по питанию, по образу жизни пациента. Ни в коем случае нельзя об этом забывать и тратить время, особенно на первичном приеме с пациентом, и проговаривать вот эти какие-то общие вещи, потому что они очень часто пациентов очень волнуют, они, не получая разъяснений от врача, лезут дальше в интернет или общаются с другими пациентами, а там уже, ну вы сами понимаете, какие они могут получить рекомендации. Что еще характерно? Если мы говорили про тростозумаб-эмтанзин, это была тромбоцитопения. Для тростозумаба-дирокстикана не характерна тромбоцитопения, а более характерна нейтропения. Вы видите, что частота снижения нейтрофилов достаточно высокая, это где-то 65-70% в зависимости от дозы, и даже третья степень и выше встречается на фоне лечения этим препаратом. Ну, стандартная классификация нейтропений, и в общем-то стандартные методы лечения и профилактики этого осложнения также для химиотерапевтов это не представляет большой сложности. Просто нужно помнить, что это присутствует. Мы как-то думаем, что таргетная терапия совсем не воздействует на милоцитарный росток, нет воздействия, тростозумаб-дирокстикан как раз влияет на показатели нейтрофилов. Ну, понятно, что тут есть и тоже общие рекомендации, часто мыть руки, избегать контакта с больными людьми, не проводить какие-либо инвазивные манипуляции при низком уровне нейтрофилов. Ну, ничего здесь особенного нет. Синдром усталости тоже очень частое осложнение, которое возникает на фоне тростозумаб-дирокстикана, но это синдром усталости возникает и после двух дней интенсивной конференции. Третья степень тоже 7-9%. Ну, вот я на самом деле хотел задать вопрос тоже в зал. Кто занимается диагностикой синдрома усталости вообще? Кто-то проводит какую-то диагностику? От чего она возникает? Назначает какие-либо дополнительные анализы, обследования? Усталость и остыния? Нет. Нам сегодня Марина Николаевна сказала, усталость и остыния – это два разных понятия. И усталость – это не проходит, а утомляемость – она проходит. То есть вы утомились, прилегли, отдохнули, и у вас нет её. А остыния не проходит от этого. Это разные понятия – утомляемость и остыния. И остыния иногда бывает, в общем-то, сопряжена с кахексией, с остынией. Я, наверное, конечно, больше про остынию. Вы, наверное, всё-таки про остынию. Да, про остынию, конечно, которая не проходит у пациента. Но, на мой взгляд, это то, чему мы недоуделяем определённо. Проявление токсического мозга, которое свойственно нашим пациентам. В том числе, да. Но, на самом деле, это то, что обычно является диагнозом исключения. И, конечно, нужно исключать классические причины, которые могут просто приводить к этому синдрому. Существует также рекомендация по коррекции остынического синдрома. Они могут быть тоже фармакотерапией и нефармакотерапией. Существует и когнитивно-поведенческая терапия, и психотерапия, и различные физические упражнения, которые необходимо рекомендовать пациентам, направлять их и на ЛФК. Это всё работает. Это нужно этим заниматься. Хотя, конечно, онкологическая реабилитация – это достаточно больной вопрос. Нет какого-то единого учреждения, куда бы мы могли направить, к сожалению. Но мы работаем над этим. Я надеюсь, что у нас это появится. Потому что, конечно, потребность пациентов в этом огромная. А ЛАПИЦИЯ тоже встречается при терапии тростозумом, дирокстиканом. Ну, что тут поделать. По большому счёту, мало есть возможности каким-то образом воздействовать. Ну, витамины, шампуни с препаратами, стимулирующими рост волос. Ну, на самом деле, это всё малоэффективно. И если у пациента развивается ЛАПИЦИЯ, то, к сожалению, приходится с этим мириться. И максимум использовать парики, кепки, какие-то головные уборы. Вот на что стоит серьёзно обращать внимание. То, что характерно для тростозума в воде ростикана – это интерстациальное заболевание лёгких или пневмонит. Это причина токсичности пятой степени. То есть, летального исхода, который наблюдалось в этих исследованиях. Но такой интересный нюанс, что есть же целая серия вот этих Destiny Breasts, начиная с единицы, два, три, четыре, и дальше уже есть исследования. Как это ни удивительно, но в основном это встречалось в ранних исследованиях, пик набора пациентов, который пришёлся на 2020-2021 год. Ну, и так на самом деле можно подумать, а не связано ли это с какими-то ещё событиями, которые происходили в это время, потому что в Destiny Breast 0.3 и 0.4 частота развития летальных интерстациальных заболеваний была значительно ниже. Я думаю, что здесь в том числе и внёс вклад пандемия коронавируса. Тем не менее, это может развиваться, существуют стандарты диагностики и лечения. КТ высокого разрешения является золотым стандартом выявления этого осложнения. Поэтому это необходимо делать. Ну, пациенты так или иначе обследуются на фоне терапии, поэтому КТ они... Да, существуют определённые симптомы, которые могут навести нас на это осложнение, но очень важно понимать, что если мы по КТ видим развившиеся интерстициальные проявления, нужно незамедлительно назначать кортикостероиды, не дожидаясь симптомного проявления этого осложнения. Это очень важно, потому что очень часто мы можем понаблюдать за пациентом, если у него нету каких-то проявлений. Здесь мы не имеем права так рисковать. Мы должны назначать глюкокортикостероиды. Вы видите, что при первой степени это может быть небольшая доза 0,5 мг на килограмм, если уже это вторая и выше, уже 1 мг на килограмм. Ну, что ещё? Дисфункция левого желудочка. Но сегодня про это блестяще рассказал Никита Александрович. Не буду про это останавливаться. Как и любая антихер-2 терапия, атеростозумаб-дирокстикан также вызывает это осложнение. Две новых молекулы, это с трудновыговариваемыми названиями, датопотомаб-дирокстикан и сататозумаб-гавитекан. Почему я их объединил? Потому что у них есть единая мишень, это ТРОП-2. Они воздействуют на этот рецептор. Здесь тоже в составе вы видите дирокстикан и гавитекан. Это ингибиторы топоизомеразы. То есть цитотоксический ген здесь такой же, а вот мишень здесь совершенно другая. Меняет ли это токсичность? И да, оказывается, меняет. Но не будем про особенности, про то, что ТРОП-2 ассоциирован с плохим прогнозом. Она высокоэкспрессирована, этот рецептор в опухолях молочной железы. И это будут эти препараты входить в лечение этого заболевания. Сатозумаб-гавитекан, вы знаете, он уже входит в международные протоколы лечения. Там есть определенные нюансы. Но хотелось бы про переносимость сказать. Вот для этих групп препаратов в большей степени характерны это стоматиты и это поражение глаз. Вот как это неудивительно. То есть здесь нет вот такого воздействия на нейтрофилы, на пневмониты гораздо реже происходят в данном случае. И тошноты, и рвоты особо не бывает на этих препаратах. А вот стоматит и поражение глаза, причем это может быть и синдром сухого глаза, это может быть поражение сетчатки, это может быть отек сетчатки, это может быть отслоение сетчатки. Это как раз для этих препаратов очень характерно. И здесь обязательно этих пациентов автолемологический осмотр до и в процессе лечения на фоне этих препаратов. Ну как лечить стоматит, не мне рассказывать в этой аудитории, а вот про глаза, да. Очень важно спрашивать пациентов, есть ли у них какие-либо ощущения, потому что пациенты могут опять-таки не связать одно с другим. У кого не устают глаза под конец рабочего дня, если мы много времени провели, смотря на компьютер или презентации или еще что-то. Или, например, у кого-то есть какая-то реакция на пыль, аллергию и так далее. Но мы очень часто сами придумываем какие-то потенциальные причины этим симптомам. Так вот, важно для этих пациентов предупредить, что это может быть связано с препаратом, и чтобы пациент сообщал об этом врачу на приеме. Ну а далее надо направлять пациента, конечно, уже к офтальмологу. Офтальмолог должен быть подготовленным. Офтальмолог должен иметь в своем, как бы сказать, в доступе достаточно серьезные диагностические инструменты. В частности, это оптическую когерентную томографию. Это очень важно. Нельзя просто направить к офтальмологу в обычную поликлинику, у которого нету сети, например. Это обязательно должна быть специализированный офтальмологический кабинет. И вы видите, что при тяжелых степенях развития нужно необходимо отменять эти препараты. Ну и еще один препарат из этих групп, это инфартумаб видотина. Он, кстати, в сентябре 2023 года был зарегистрирован на территории нашей страны. Но пока что еще не ввезен, потому что там оказывается, что этот препарат в том числе изучался на специальных клетках каких-то грызунов. И, в общем, чтобы доказать его безопасность, нужно эти исследования привести на нашу территорию. Вот как раз-таки клетки этих грызунов нельзя ввести в нашу страну по какой-то причине. Вот поэтому до сих пор еще блокируется ВОЗ этого препарата к нам в страну, хотя он зарегистрирован. Но я думаю, что будет преодолено это препятствие. Препарат появится на рынке, у него появится торговое название и соответствующая цена. В чем особенность этого препарата? Ну, как вы видите, по названию ведотин-М-танзин – это цитотоксический агент, который схожен с препаратом Катсилы. То есть он воздействует на микротрубочки. Но инфартумаб, он непосредственно таргетно связывается с такой молекулой поверхностной адгезии, как нектин-4. Он преимущественно экспрессируется в клетках уротелиального рака, поэтому препарат зарегистрирован при раке мочевого пузыря. Что здесь для этого препарата характерно? Кожные реакции, периферическая нейропатия, также нарушение органозрения очень важно. И из такой особенности – это гипергликемия. Вообще в основном обращают внимание как раз-таки на нарушения со стороны органозрения, на кожные реакции. Это два самых таких, я уже практически закончил, побочных явлений, которые для этого препарата характерны. Таким образом, мы видим, что иммуноконюгатов много, они действуют немножко по-разному с учётом своего таргетного компонента, с учётом своего цитотоксического компонента. Необходимо знать о том, какие осложнения могут на той или иной препарате возникать, ну и прибегать к коррекции своевременной. Спасибо за внимание. Спасибо большое, Марк Игоревич.